Аллилуйя! Дайте Богу вас дадим аплодисменты, прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир, давайте будем так говорить. Давайте получим благословение первенца в эту эпоху 237 стран. Аллилуйя! И вот в начале 2022 года также мы будем наслаждаться с вами благословением Христова Божьего. Потому что другого имени нет. И Бог нам дал только имя Иисуса Христа, через которое мы можем получить благословение Христова, которое сойдет на меня, на мою церковь и на место действия. Я был осложен с именем Господа Иисуса, чтобы все верующие в церкви могли наслаждаться этим благословением. Я сейчас смотрю на то, как все в церкви, все места заняты, все верующие хотят быстренько сесть на какое-то место. Сейчас у нас нет места для того, чтобы все собрались, но тем не менее все сейчас хорошо так расселись. И нельзя, чтобы те, которые участвовали на первом благослужении, участвовали на втором. Потому что должно быть место для других людей, потому что другие тоже пришли, носили благослужение. Да, то есть у нас с вами сейчас по всей церкви, и в столовой, и по других местах сейчас все преподносим благослужение. Но и сейчас, несмотря на пространство, на время, наш Господь, Он действует сейчас. Поэтому желаю, чтобы вы наслаждались самыми лучшими духовными благослужениями, благослужениями первенца. Благословляю вас на это. Сегодняшняя тема. Идти вместе со словом, которое всегда совершается, со словом Евангелия. Итак, как нам начинать с вами 22-й год? Я уже говорил в прошлый раз, и опять скажу сегодня слово. Со словом надо всегда начинать все. Необходимо идти со словом Евангелия, которое всегда совершается. И необходимо каждый день наслаждаться благословением престола Божьего. Если двигаться всегда со словом Евангелия, которое всегда совершается, тогда каждую неделю, каждый день будут происходить действия, что будут появляться ответы, и Бог будет вас оставлять. Поэтому я желаю, чтобы за тему сегодняшнего слова вы ухотились. Давайте все, скажем, двигаться со словом Евангелия, которое всегда совершается. Это метод, как мы можем с вами жить, метод жизни. Чадо Божье, которое получили спасение. Вот Бог нас призвал чадами Божьими. И Бог, Он не захочет, чтобы мы теперь жили по мирским методам. Но дело в том, что мы уже привыкли жить по мирским методам. И это стало нашей привычкой. Поэтому хоть мы и стали чадами Божьими, получившими спасение, но мы живем по методу мирскому. Мы привыкли так жить, и это стало уже нашей привычкой. А что это за метод жизни мирских людей? В основном это все на основании самого себя, на основании того, что испытали. Это стало стандартом уже жизни, и они так живут. Поэтому вот есть такое выражение, есть такое выражение, что опыт — это мать знаний. То есть очень важно, какой у меня опыт будет жизни. И вот очень важно, конечно, этот опыт нашей жизни. Но этот опыт, это тот опыт, который я сам приобрел. А также есть опыт, который произошел из-за, например, когда я смотрел на других людей. Опыт других людей у меня тоже есть. И все это я сейчас имею как знание, и таким образом я живу. И вот с самого детства мы с вами читали различные книги. Эта книга — это тоже все опыт других людей. То есть мы тоже в себя впитали знания, опыта жизни других людей. Это стало нашими знаниями. И, конечно же, с этой точки зрения необходимо читать книги. Но если посмотреть на историю, то вот этот опыт, опыт людей, он повторяется постоянно. И как бы события не повторяются. То есть, что я хочу сказать. Мой опыт и опыт жизни других людей, то есть это все на меня оказало огромное влияние. Поэтому что такое история? История — это когда мы учим опыт, который повторяется каждое время. То есть даже сами они историки говорят, что история, она повторяется. Вот как вы считаете? Ну, смотрите, опыт, ну, конечно, важен. Но может ли этот опыт спасти меня? Может ли этот опыт спасти церковь нашу, спасти место действия? И вот в этом году мы с вами держимся слово, что даже если опыт какой-то такой классный, выдающийся, этот опыт не может спасти ни потомков, не может исцелить ни потомков, ни места действия. Конечно, важен опыт. Но спасти меня, спасти церковь, спасти место действия невозможно методами человеческими, вот этими мирскими методами, мирским опытом. И из-за того, что невозможно спасти мир мирскими способами, Бог дано благословение престола Божьего. И вот это благословение престола Божьего, оно сошло внутрь меня. Поэтому это залеза, которой нам необходимо держаться за это. Небесный престол внутри меня находится. И вот в Галатам 2.20 сказано уже, что Иса распялся со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть внутри нас с вами живет Христос. Дверьми с вами, престол Божий внутри меня находится. Первая користи нам 3.16. Неужели вы не знаете, что вы Храм Божий и Дух Божий пребывают в вас? Может быть, мы и какие-то не очень выдающиеся по сравнению с другими людьми, но внутри нас находится Дух Божий, и мы стали чадами Божьими. Если посмотреть 2 користи нам 5.17, то сказано, что мы вообще стали новыми творениями во Христе Иисусе. Это так. Вот это и есть я, которого сотворил Господь. Методом человеческими, мирскими, невозможно спасти ни меня, ни местодействия. Но Бог, Он дал благословение престолу Божьему, который внутри меня находится. Поэтому, когда вы будете наслаждаться этим престолом Божьим и будете жить, тогда из-за вас будет церковь оживать. И тогда все места действия, какие бы там ни были обстоятельства, ситуации, из-за вас будут оживать. Поэтому вам необходимо иметь вот это чувство призвания, что вы получили такое благословение. Но сейчас из-за меня места действия церковь не оживают, потому что я забыл свою идентичность. Внутри меня находится Царство Божие. Поэтому нам необходимо теперь жить пятью силами, которые дает нам Господь Бог. И когда мы наслаждаемся престолом Божьим, тогда появляется пять духовных сил и девять установок совершаются. То есть, внутри меня устанавливаются Божьи благословения. То есть, внутри меня находится удивительное благословение престола Божьего. И вот этими благословениями Божьими мы можем спасти мир. И также сможем наслаждаться благословениями трех эпох для спасения мест действия. Тогда как я могу наслаждаться вот этими благословениями престола, которые внутри меня находятся? На этом нам благословение сосредоточиться. Другими словами, посмотрите, внутри нас уже находится престол Божий. И вот это есть Евангелие. Тогда как я могу сосредоточиться на сто процентов на этом Евангелии? На этом благословении престола Божьего. Вот, внутри наслаждения вот этим престолом находятся все благословения, которые нам надо найти и наслаждаться. Сегодня мы с вами прочитали место в Писании, там где говорится, что не верим ни сновиденцам, ни сновиденцам, ни всяким там пророкам. То есть Бог, Он дал нам совершенное Евангелие. Если только идти с этим Евангелем, тогда наслаждаясь благословением престола, мы сможем спасти все местодействия. Но много людей, они сейчас обманываются лживыми словами. Поэтому, как мы прочитали в сегодняшнем месте в Писании, Господь говорит, не обманывайте с вами вот этих всяких уже пророков, свидетелей, сновидцев и избавьтесь от них. То есть вот это и стратегия сатаны, это лживое Евангелие. И вот этим не обманывайтесь. И полностью избавьтесь от этого в своей жизни. И вот если посмотреть полностью, ну как бы 13 главу, с 6 по 9 главы, с 6 по 9 стихи, сказано про родителей, что родители, они находились в идолопоконстве. Поэтому Бог говорит, что вы, родители, избавьтесь от идолов. И потом уже с 10 по 16 стихи посмотреть, вот верующие, вот эти, израильский народ, они начали говорить, что боги земли Хана, ну они нормальные боги, но им тоже можно служить. Поэтому, поэтому когда бог смотрел, поэтому вот когда бог смотрит на на вот этих вот, на богов земли Хана, затем на вот этих верующих, которые говорят, ну идол, это нормально. Что бог говорит? 3, вот 13 глава, 5 стих и 10. Он говорит, избавьтесь полностью от этих врагов. В 10 стихе, он говорит, забейте их камнями, для того, чтобы вообще не обманываться вот этим лживыми словами. То есть здесь есть очень важный ответ. то есть, то есть, то есть, другими с вами не зацикливайтесь на неправильном, не получайте проклятие из-за идолоплаконства, а сосредоточьтесь только на боге. Будьте направлены только на бога. То есть, другими с вами идите всегда с Евангелем, со словом Евангелия, которое всегда совершается. Вот посмотрим 4 стих. Давайте вместе прошло. Поэтому Господь, Бог твой, за Ним ты должен следовать, и Ему служить, и соблюдать Его заповеди, и повиноваться Ему, и служить Ему, и делать это всегда. То есть, вот это ответ, который нам дает Бог. Другими с вами, всегда наслаждайтесь, наслаждайтесь совершенным Евангелем. И вот так вот идите. То есть, сосредоточьтесь на боге. Смотрите на боге. Другими с вами, наслаждайтесь и идите всегда с совершенным Евангелем. Со словом Евангелия идите. И почему тогда нам необходимо всегда идти вместе с совершенным Евангелем. Вот я желаю, что вы нашли сегодня важный ответ. Вот. Достаточно просто всегда идти вместе с совершенным Евангелем. Вот как будет с моей семьей, как будет с нашими проблемами, как будет с нашей церковью, как будет с моим бизнесом. Послушайте, вот сейчас на местах действия, где вы находитесь, там очень много проблем. И вот мы, которые так живем, как нам поступать? Вот здесь есть ответ. Всегда идите с совершенным словом Евангелия. А почему постоянно необходимо следоваться, идти с этим совершенным словом Евангелия? Итак, первое. Потому что слово Евангелие всегда является ответом во все время. Слово Евангелие является ответом во все время. Поэтому нам необходимо всегда идти с этим словом Евангелия. Послушайте, нам, которые отошли от Бога, Бог отправил Иисуса Христа, а? И сделайте так, чтобы мы поверили в Иисуса Христа, сделайте так, чтобы мы получили спасение. И теперь Бог, для того чтобы давать нам ответ только через Евангелие, Он нас призвал. Поэтому ученик это тот, который через слово находит для себя все ответы. Поэтому в проблемах, конкретно с людьми, если, то есть, Бог у нас призвал, чтобы мы, даже если находимся в проблемах, постоянно следовали и двигались со словом Евангелия. То есть вот это называется завет Божий. То есть Бог, Он дал нам завет, Слово Христа и сделал нас народом этого завета. И Бог, Он дал нам ответ для того, чтобы мы всегда следовали со словом Евангелия. Поэтому вот сказано, что Слово Божие, оно сходило тоже на пророка Еремея. И там было сказано, что Я Господь, Я Господь, Который сотворил небо и землю. Господь имя мое. И Он говорит, Я призвал тебя. Я покажу тебе великое и недоступное. То есть, если Слово Божие сойдет на меня, тогда на этом заканчиваются все проблемы. То есть, Бог дает мне Слово, и Бог сам это Слово совершает. У тебя сегодня тоже уже говорил об этом. что не обращайте внимание на слова, на всякие, на слова, на всякие слова в этих, в этом мире. Ассоциализуйте столько на Евангелие. И найдите счастье, когда вы следуете, когда вы живете вместе со Словом. Я благословляю вас. У вас получилось так. Вот если посмотреть, Псалом 1.1, вы же знаете, да? Кто такие благословенные люди, блаженные? Блаженный человек, который размышляет над Словом Господа день и ночь. Псалом 1.1.2. То есть, кто это благословенный человек? Кто он? Это тот, который размышляет над Словом Божьим. Тот, который размышляет над Словом Божьим день и ночь. То есть, не то, что надо выучить на Слово Божье, а тот, который держится за важное содержание в Евангелии. А что это за самое важное содержание в Евангелии? В Библии. Бытие 3.15. Что семя жены разрушит сатану голову. Христос вместо нас разрушит нашего врага. Разрушит голову сатаны, который постоянно приносит там трудности. А также в Библии, что еще есть? Какое самое важное слово? Исход 3.18. Жертва крови. Когда израильский народ были рабами в Египте, тогда израильский народ не могли выбраться своей силой из Египта. То есть, не важно, какие бы усилия вы не прилагали, вы не можете победить злого сатану. А когда израильский народ вышли из рабства, когда они помазали, когда вот они пролили кровь на жертвенника, когда вот пролилась кровь и огненка, тогда они вышли из плена, из рабства. А также Исайя 7.14. Когда израильский народ был в плену, Бог дает слово, и так сам Господь дал свое знамение. Все девочки примет традиционно и нарекут им имя Емануне. А также вы знаете вот это слово. Матфея 16.16. «Ты Христос, ты Сын Бога Живого». То есть, я вот эти четыре важных стиха сказал. Это есть вот ключ в Библии. Это есть самые основные места списания в Библии. То есть, Бог нам дал это слово. То есть, Бог для того, чтобы объяснить вот это Евангелие о Христе, Бог, Он в Библии написал многие разные вещи. Но слово Божие, Библия, оно говорит нам о церкви. Но в большинстве случаев верующие, они забыли эту тайну. И они не знают эту тайну, тайну о Христе. Поэтому они страдают. Поэтому они мучаются. А даже если вы, к примеру, осознали эту тайну Христа, но вы в чем-то недостаточно. Вы в чем-то свободе. То есть, все равно, пока вы будете жить на этой земле, в вашей жизни будет сокрушаться сатана. А также будет решаться проблема проклятия. А также Бог, Он даст благословение, чтобы через вас был спасен этот мир. Послушайте, внутри нас есть это Евангелие Христа. И когда мы будем постоянно находить это Евангелие внутри себе, наслаждаться, тогда будет происходить Божие действия каждый день. И вот это слово Евангелие, оно совершилось. Это Деяние 1.1.3.8. Деяние 1.1. Христос. Деяние 1.3. Царство Небесное. Деяние 1.8. Только Дух Святой. То есть, вот это слово Евангелие, которое совершилось. И если не найти ответ в этом, тогда хоть и церковь, хоть вы верите в Иисуса, но вы будете страдать. Вот это надо понимать. Вот почему сейчас церковь Харея, почему церковь Европы, почему церковь Америки закрывают двери свои? Вот почему церковь Америки, которые гремели на весь мир, почему сейчас закрываются? Почему силы нет? Ну, потому что в церкви много слов людей, много мирского. То есть, много учений неверующих. То есть, Евангелие исчезло в церкви. Поэтому и верующие, и церковь, если потерять Евангелие, тогда не смогут не страдать. Обязательно придут страдания. Поэтому, если, к примеру, я не слышу Евангелие, я слушаю, но не слышу Евангелие, это значит, у меня проблемы с духовным состоянием. То есть, каждый день необходимо, чтобы я слышал, слышал слово Евангелие. То есть, даже если я, даже если я вот не слышу слово Евангелие, но я как-то преуспеваю в мире, что-то получается, потом не будет хороших результатов. К примеру, слово Божие, я не слышу, но я преуспел. Вот это еще страшнее. То есть, успех без понимания Евангелия еще страшнее. Вот то, что я слышу слово Евангелие, и я от этого радуюсь. Я желаю, чтобы вы себя проверили. У вас получается так или нет? Вот я так считаю, кто слышит Евангелие, кто получает радость от Евангелия, у того человека есть надежда. А вот часто они верующие, смотря на верующих, они так говорят, слушай, ну ты сам хорошо для начала, верь в Иисуса. То есть, это о чем говорит? Что верующие, они не слышат Евангелие из-за своего состояния. А если кто-то будет слушать Евангелие, тогда обязательно будет происходить Божье действие. Поэтому, даже если у вас сейчас, например, в жизни что-то не получается, вы из этого не расстраивайтесь. Вы сейчас найдите себя на месте слушания слова, и когда вы будете слушать Евангелие, и слышать о нём, обязательно Бог даст вам силу. Поэтому не просто так слушайте Слово о Евангелии. Всем сердцем, всем сердцем слушайте Евангелие. Желаю, чтобы вы так принимали Слово Божие, чтобы вы искренне принимали Евангелие. И тогда обязательно Бог такому искреннему верующему даст благодать. И вот если, к примеру, приходит в церковь, слушает Слово, тогда вы заметите, что Бог вас даст очень точный ответ. И вот когда слушать Слово, получать благодать, что произойдёт? Я сам того не замечу, как внутри меня будет происходить исцеление, исцеление моих духовных проблем. То есть что я хочу сказать? Если Евангелие будет передаваться как Евангелие, тогда обязательно на местах действия произойдёт победа над духовными проблемами, над стратегиями Сатаны. А если кто-то не может принимать Слово как следует, тогда это значит, что Сатана у нас ворует Слово. Вот если посмотреть Матфея 13,4, скажет нам, что Сатана у нас ворует Слово. И если вот так вот такие люди упускают Слово, тогда обязательно жизнь веры тоже не будет получаться. И будут приходить ненастоящие ответы. Что это за ненастоящие ответы? Это ответы, которые даёт Сатана для того, чтобы человека приводить к идолопоклонству. И что это значит? Если я вот так вот не слушаю Божьего Слова, значит, я ещё не пришёл к ответу в Евангелие. Я не могу получать нормальный ответ от Бога. И вот в Ветхом Завете, кто больше всего понимал Евангелие, наслаждался Евангелие, это был Давид. Поэтому, когда Давид был царём, страна очень сильно преуспела. И больше Израиль никому не платил дань. То есть настолько Бог, он был осыл царя Давида и его правления. Но вот если вы посмотрите на сына Давида, на Соломона, он вообще, он все ответы упустил. То есть пришло материальное их изобилие, но он этим обманулся. И за это пришёл к выражению. И упустил все Божьи Болосыни. Поэтому вот если мы посмотрим на правление царя, сына царя Давида, на Соломона, то наоборот уже вся страна впала в идолопоклонство. То есть все стали рабами материального. То есть вот такое произошло во время правления Соломона. И в итоге что произошло с царём? Что произошло со страной? Весь Израиль впал в идолопоклонство. И потом весь Израиль стал идолопоклонницей. То есть странно, да? Не ближние идолопоклонницкие страны. А Израиль стал идолопоклонницкой страной. То есть слуги Божьи, вот народ Божий в Израиле стали вот так поклоняться идолам. То есть пришла серьёзная проблема. И вот потом Бог поднял уже и Илью пророка, и Елисея, и начал движение Евангелия. И тогда мы видим уже восстановление Израиля. Пришло благожение восстановления. И вот Елисея, который знал, что сейчас и царь, и вся страна впали в идолопоклонство, что он просит? Он просит у Илии, пророка Илии, дай мне духа вдвойне, который на тебе. То есть, если не получить силу духа вдвойне, тогда я не смогу спасти ни царя, ни страну, которая впали в идолопоклонство. И наоборот, для того, чтобы спасти и царя, и всю страну от идолопоклонства, дай мне духа вдвойне. То есть, когда вот Елисея, он видел, как Илья ведет служение, он понял, что мне в два раза больше. Потом просит, дай в два раза больше духа. Послушайте, то есть, вот эта вся история нас учит, что нельзя, чтобы Евангелие исчезало. Если исчезает Евангелие, идолопоклонство приходит. А если приходит идолопоклонство, все умирают. Все потихоньку умирают. Поэтому и вы сами. Я желаю, чтобы вы вошли, я бы оставляю, что вы вошли внутрь Евангелия. Я желаю, чтобы и потомки ваши вошли внутрь Евангелия. То есть, я бы оставляю, что вы могли передать детям вашим Евангелие. Во-вторых, вот это для того, чтобы постоянно идти с этим Евангелием, тогда вот это слово «Евангелие» необходимо запечатлеть с самого детства. Второе, вот сейчас сидят наши, вот сейчас сидят наши взрослые, старшие верующие, конечно, вы знаете Евангелия, но что-то не получается у вас, правильно? Почему? Потому что у вас не было обучения, когда Евангелие запечатлевывалось в вас в детстве. «Евангелие», хоть и мы знаем Евангелие, но в какой-то ключевой момент вместо Евангелия выходит что-то наше, то, что запечатлело, что-то другое. Поэтому необходимо нашим детям запечатлеть вот эту тайну, тайну Евангелия, чтобы они всегда следовали с этим словом. Вот вчера у нас была конференция для воспитателей детсадовского служения. Вот что необходимо делать нашим воспитателям, воспитателям детсадовского служения. Необходимо проводить кемп, духовный кемп, для того, чтобы Евангелие запечатлевало детям. Вот тот завет, который был запечатлён в Моисеи, потом передался всего миру. Поэтому детство наших детей это последняя возможность. Детство это последняя возможность для наших детей, когда Евангелие может в них запечатлеться. Если Евангелие запечатлевается, то обязательно придёт ответ, что наши дети спасут одну эпоху. То есть, очень важно, чтобы слово Евангелие стало запечатлевленным корнями сущностью. С самого детства в наших детях. И тогда сможем прийти к заключению в Евангелии. И если вдруг вы придёте к заключению в Евангелии, тогда даже если к вам придёт проблема, вы не будете смотреть как на проблему, а найдёте там ответ от Бога. если прийти к заключению в совершенном Евангелии, тогда иногда к нам приходят конфликты. Но внутри этих конфликтов я смогу обновиться. И ещё, вот мы сами этого не замечаем, как к нам иногда приходит какой-то кризис. Но если прийти к заключению во Христе, то есть, ещё раз скажу, если жить с совершенным Словом Евангелия, тогда не буду кризис воспринимать как кризис, а буду воспринимать это как важную возможность от Бога. Поэтому каждый день в нашей жизни, на всех наших местах действия необходимо иметь веру и необходимо укореняться в Слове Евангелия. И, само собой, если я буду укореняться в Слове Божьем, тогда я не буду заботиться. Что сказал наш Господь? Не заботитесь ни о чём. То есть, почему верующие заботятся? Потому что ещё не ходят вместе со Словом Божьем, не живут вместе со Словом, не получили отец в Слове. Поэтому я благословляю, что вы восстановили вот это заключение в Слове Божьем. То есть, действительно, Иисус Христос, Он решил все наши проблемы. И сейчас именем Иисуса Христа на нас входит Царство Небесное. А также, если мы будем наслаждаться тем, что Бог Духом Святым сейчас действует во всей нашей жизни, тогда обязательно начнут потихоньку приходить ответы. Поэтому не спешите что-то делать. А Христос, Царство Небесное, только Дух Святой. Вот, держите за вот это совершенное Евангелие. И, как сказано в Деянии 1.14, сосредоточься на этом Евангелии. Я желаю, чтобы вы вошли в это благословение. И тогда, как ответ, придут пять сил. То есть, духовная сила, мудрость, здоровье, финансовая сила, сила работника. То есть, я сам того не буду замечать, но ко мне начнут приходить сила. вот, если мы держимся за вот это совершенное Евангелие, Христос, Царство Небесное, Духа Святого, и смогу на Нем сосредоточиться, тогда ответ, который придет, это духовная сила придет. То есть, вот у меня будет, в моей жизни будут притворяться такие благословения. Не я буду что-то делать, а сам Бог, триединный Бог, Он сам будет действовать в моей жизни. И у меня будет появляться сила, и вот это сила, оно будет внутри меня потихонечку появляться. И когда вы будете с этими благословениями выходить на места действия, тогда вы сможете и местам действия помочь, и вы сможете вашим детям помочь, потомкам помочь. Значит, если ли, если что-то, чем мы можем хвалиться, можем ли мы хвалиться чем-то, кроме именем Иисуса Христа? Если кто-то хвалится чем-то вовремя, это тот, который не пришел к заключению во Христе. Но если я пришел к ответу во Христе, тогда наоборот, чем больше проходит времени, тем больше через меня на местах действия происходит Божьего действия. Бог через меня спасает места действия. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете Божье Слово, не просто так сидите и принимаете Божье Слово. Не надо думать о чем-то другом, когда принимаете Божье Слово. и вы знаете, что в этом году принятие Слова это как духовная война. И если получить благодать от Слова Божьего, тогда все пути наши, по которым мы идем, становятся для нас благословенными. А если не получить благодать от Слова Божьего, тогда все становится проблемой. Тогда все наоборот становятся камнем преткновения. Но если жить вместе с совершенным Словом Евангелия, если от него получать Божье Слово, тогда все те, вот, все то окружение, которое влияет на вас, это становится путем. Путем. И мы начинаем видеть, что то, что я нахожусь на том месте, где я сейчас есть, это Божье благословение. Вот как вы считаете, вот мы с вами начали Новый год, и вот Бог дает нам очень важное слово. Бог говорит нам, иди вместе с совершенным Словом Евангелия. И вот это есть условие, как не надо жить, жизненные условия. что бы ни произошло в моей жизни, с кем бы я бы ни встречался. Если я буду вместе с совершением Евангелия, тогда что произойдет? Вот это слово станет моими мыслями. И вот это есть условие для успеха в моей жизни. Тогда мне больше не нужна помощь других людей. то есть если слово Евангелия основывается моими мыслями, тогда в итоге у меня появляется сила для того, чтобы спасти место действия. И без всяких изменений я буду поставлен как ученик, чтобы спасать церковь и местодействие. Поэтому я благословляю вас, чтобы вы всегда наслаждались жизнью вместе с совершенным Евангелем, чтобы вы получили благословение завоевания той земли. Я подытожу слово. У нас тема на этот год это та земля 24 часа. Это 10-37 стран. Это потомки, это исцеление. То есть Бог уже нам дал это слово. И вот это и есть смысл. Та земля 24 часа. И вот каждую пятницу во время школы проповедования я всегда говорю слово. Только. Только сосредоточенность. И еще смысл у той земли 24 часа необходимо поднять наших потомков. Необходимо, чтобы они твердо стояли в Евангелии ради спасения 257 стран, для того, чтобы они могли исцелять все. Вот это и есть смысл слова «та земля» 24 часа. Ведь если вы будете двигаться с совершенным словом Евангелия, тогда куда бы вы ни пошли, на то место Бог удаст свидетельство. если жить мирскими способами, тогда я ничего меняться не буду. Потому что это уже стало для меня привычкой. Но если я буду жить по мирским методам, тогда я приду к поражению, потому что в этом мире сатана царствует. Поэтому кажется, что люди, которые в этом мире не преуспевают успеха в чем-то, на самом-то деле это все ложь. Это неправда. Это обман. Даже если есть какие-то достижения, но к примеру, даже если я к примеру, я в чем-то сейчас не идеальный, но я всегда следую за Словом Божьим в совершенном Евангелии, тогда обязательно Бог даст мне силу для того, чтобы я стоял и потомки получили благословение. А если в этом мире прислуживать сатане, исполнять ее волю, тогда в итоге придут поражения. Поэтому подытожу. Необходимо жить вместе с совершенным Словом Евангелия. И ради этого, конечно же, надо обновиться, избавиться от старого и вооружиться новыми рамками. То есть Бог дал нам благословение уже. Это благословение Преслово Божие. Наслаждаться этим благословением, необходимо обновляться постами. Если жить вместе со Словом Божьим всегда, тогда во всей жизни своей, когда угодно. Бог Духом Святым, силой Божьей будет со мной, я буду этим наслаждаться. А мои мысли, а мои стандарты, этим всем я не могу наслаждаться благословением Царства Небесного. Время с вами на своем месте действия, в своей жизни, в церкви, не смогу наслаждаться Божьим благословением. Поэтому, чтобы наслаждаться Божьим благословением, необходимо следовать за Божьим Словом. И я сам того не замечу, как через меня будет завоевание, место действия, оживление церкви. И я благословляю всех верующих в церкви, чтобы все вошли внутрь этого благословения. Бог благодарим тебя. В этом году ты дал нам слово, 24 часа, та земля. И ты помоги нам всегда следовать за этим словом. Болосуй, чтобы началось свое действие. В жизни всех верующих молимся во имя Живого Господа Иисуса Христа с благодарностью. Аминь. Иисуса Христа